Нередко подростки, совершившие правонарушение, не осознают до конца, что именно они сделали. И порой даже не догадываются, какую ответственность им придется нести за их поступки. Но, как говорится, незнание не освобождает от наказания. Для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, в октябре и ноябре этого года будет проходить акция. Да, телефону доверия нет правонарушения. Ученикам 7-10 классов школ нашего города объяснят, какие виды правонарушений существуют, какая ответственность за это предусмотрена и в каких случаях придется заплатить штраф. Сегодня такой открытый урок провели для семиклассников 14-й школы. За две недели акции мы посетили уже 20 школ и около 2000 школьников стали участниками подобных мероприятий. Акция подготовлена аппаратом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комплексным центром социального обслуживания «Семья» и управлением образованием молодежной политики. В ходе акции мы проводим две беседы, показываем две презентации ребятам, отвечаем на все вопросы, которые возникли у нас по ходу этого мероприятия и раздаем специальные брошюры, буклеты и другие раздаточные материалы. Конечно, кризис бывает не только у взрослых, но и у детей, особенно в подростковом возрасте. Порой они не знают, как поступить в той или иной ситуации, какое решение принять, а может быть даже им просто выговориться некому. Страшно, что друзья и близкие будут осуждать, а ведь ребятам хочется, чтобы их принимали такими, какие они есть, выслушали и поддержали. Для этого существует круглосуточный детский телефон доверия. Его номер 8 800 2122. И сегодня ребятам объяснили, что это такое и для чего он нужен. Вообще, сами ученики считают, что такие лекции полезны и могут помочь им в жизни. Они помогают нам почувствовать нашу важность и возможности ребёнка позвонить и поговорить о взрослых вещах с другим человеком. В любых трудных жизненных ситуациях воспользоваться телефоном доверия не будет считаться слабостью со стороны человека. Мне кажется, эта лекция была очень полезной, потому что благодаря этой лекции мы ещё раз задумываемся о нашей ответственности. И к тому же я узнала про телефон доверия, и я думаю, что когда-нибудь он мне всё-таки поможет. В принципе, всё довольно понятно объяснили, и мне она понравилась. Конечно же, я знала о существовании телефона доверия. Нам уже проводили подобную презентацию, только на уровне класса. Но вот как-то повода не было обращаться, потому что, в принципе, живу я такой довольно хорошей жизнью. Но теперь, если что-то случится, я обязательно туда обращусь. Так что такие акции весьма полезны, ведь свои права и обязанности должен знать каждый ребёнок.